Приветствую вас, Елизавета, давайте разберем вопрос ваш, который вы задаете. Ну, в первую очередь, я соболезную ваши братья, вот, искренне соболезную, я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Смотрите, вам сейчас необходимо не сдерживать свои эмоции, какими бы они ни были, вот. Потому что очень важно, крайне, крайне, важно, чтобы вы позволили себе, ну, грубо говоря, открывать, чтобы вы позволили себе открывать, чтобы вы позволили себе отстрадать. Это крайне, крайне важный момент. Если вы этого не делаете, то ситуация будет крайне печальной и негативной, как, собственно, для вас, так, собственно, и для ваших детей, так и для ваших. Конечно, ваша проблема так просто не решается, с болью справляться не нужно, боль, боль, крайне важно проживать. То есть, вот, именно проживать ее. Очень важно, чтобы вы прожили боль, чтобы она снова и снова и снова, если необходимо проходила через вас до тех пор, пока ситуация, вот, не станет лучше, пока вам не станет легче. Вот. Понятно, что, может быть, на это потребуется много времени, но это в общем и целом. Правда, до нескольких лет длится длится нагревания. Вот. Это вам, к сожалению, никуда не деться. Вот. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Дальше. Ну, к сожалению, к сожалению, вот, что я увидел, да? Ну вот. Непосредственно в вашем рассказе, что я увидел. Я увидел, что вы вы, на мой, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, привязаны чересчур к своей семье, ну, вообще к семье привязаны, наверное. Вот. То есть семья на вас очень много значит. И... В первую очередь, нужно обратить внимание на вашу непосредственно личную... Ага. Потребность в семье. Семь она связана, вот. Что вы получаете для себя в семье. Больше уже, конечно, работают с нами, да? Почему вы ссорились, из-за чего? Какой ваш скромный конфликт был. Вот. И соответственно, что наводит вас на мысль о том, что вы могли ей помочь. То есть, ну, грубо говоря, почему вы считаете, да, вот, да, да, вот. Почему вы считаете, что вы могли своей маме помочь здесь? Вот. Чуть вы за... Проблемы с ответственностью, потому что вы берете на себя в данном случае слишком много. Вот. Как подобное становится возможным. То есть, как становится возможным то, что вы берете на себя слишком много. Ну, очевидно. За счет требований, которые вы себе сами предъявляете. Вот. Насколько эти требования адекватны по отношению к вам? Большой вопрос. Скорее всего. Вот. Неадекватны по отношению к вам эти требования. От слова. Совсем от слова. Вообще. Вот. Потому что, потому что вы не могли помочь своей маме, если она не хотела. И вот, собственно, то, что вы себя вините, да, это вот как раз одна из причин, по которым вы не можете отпустить эту ситуацию. Ситуация одна из причин, по которой вы столько тяжело переживаете. То есть, это не переживание за маму как таковую. Это больше переживание за себя. За то, что у вас с мамой осталось определенное недосказанное. Вы понимаете, какая штука? То есть, вот, эм, какая разница есть. То есть, эм, мы можем внимательно жалеться. Потому что она своей позиции, если угодно, да, она как-то вот приучила вас к таким не очень здоровым отношениям, где обвиняют в ссорах и так далее. Здесь мы, конечно, подходим к очень важному и интересному моменту. Это момент, момент, связанный с ссорами и конфликтами. Из-за чего вы ссорились, да, и, соответственно, как вот так получалось, что вы ссорились. Насчет, набрать вашу любовь к ней, что это такое. Вот. Что вы потеряли с мамой. Что вы потеряли с ее ходом. Для себя. И еще с этой недосказанностью, я думаю, что, опять же, здесь много упирается в элемент такой. Больше веры, да. То есть, если вы верите, допустим, в Бог, то очевидно, что ваша намана может вас слышать, да. Возможно, что ваша намана может, и не будет разговаривать их, но не будет разговаривать. И вот вы можете разговаривать со своей мамой посредством памяти вашей о ней, о маме, я имею ввиду, то есть все это более чем реально, да, ну многое понятно зависит от того, вот какие у вас взгляды, да, ну религиозные, в данном случае, то есть верите вы в божественных, в душе там и так далее, вот, если нет, то соответственно опять же здесь немножко уже другой подход будет, вот, то есть тут очень многое зависит от вот этих вот факторов, от вот этих вот аспектов, на которые вам нужно обратить свое внимание. Так, значит вы пишите, что муж пытается успокоиться, ругается, я говорю, я говорю, я буду садить ходочки, я буду садить, я не могу взять свои руки, не благо, как настраивается болью, с недосказанностью, которая осталась перед ними, перед мамой и чуть ли не смогли бомбить, да. Вот для начала надо все-таки, наверное, определить, эм, источник боли, да, его, ее, ее, ее сердцевину, вот, значит, есть и количество боли, значит, оно, то есть боль представляет из себя, вот. Это очень важно, потому что то, что болит, вами не пересчитано, ну вот, до конца, и вы, соответственно, до сих пор себе вот запрещают это, получается, до конца прожить, это очень важный момент, ну вот, недосказанно, надо разбирать число вины, это требование к себе, вот вы говорите здесь про то, что мы, ну что мы должны, что мы могли помочь, вот кто мы, и почему вы решили, что могли помочь, то есть могли помочь через силу, или как, ну вот, как вы себе это представляете, эту помощь, вот. На мой взгляд, это такой достаточно важный момент, вот, собственно, он вводит вас, вводит вас в такое вот очень негативное, значит, ну, негативное такое состояние, этот момент. И вам, ну, конечно же, крайне тяжело и плохо, вот, безусловно. Значит, с требованиями к себе, да, можно и нужно поработать, так, тоже, потому что вы здесь, ну, вы говорите про мы, да, вот вы говорите, мы, а кто такие мы, ну, в данном случае, не очень, не очень понятно, вот. То есть, ну, как минимум, а, что если, там, допустим, что если, вот, у вас например, муж, да, не хочет, не хотел помогать маме, да, или, что если, у вас, э, ну, не было, э, ну, возможности какой, вот, помогать, э, своей маме, да, без, ну, помочь, точнее, помочь своей маме, да, без, э, там, ну без ущерба для себя, вот, то есть это вот такие моменты, на которые я очень хотел бы обратить ваше внимание, потому что это важно, вот, повторюсь, футбол нужно просыхать, дайте, если у вас есть возможность послушать мой ответ вашей семье, кто вас ругает, я хочу сказать вам, что Лидии сейчас нужно проживать эмоции, вот, будет гораздо хуже, если она будет держать их эмоции в себе, вот это еще хуже, чем если то, что она делает сейчас, вот, понятно, что нигде, ни ребенку на пользу это не идет, но выражать поплескивать эмоции из всякого числа, держать их внутри, потому что держать внутри это постойчиво себя отравлять. вам, Лиза, очень важно сконцентрироваться на том, чтобы родить ребенка, вот, как раз, говорить, что на пятом месяц беременности, это, что-то, такой, уже достаточно большой срок, вот вам нужно родить ребенка, значит, и после этого заняться плотную, заняться терапией, ну, заняться вот как раз, психотерапией, вот, разбираться в себе, в, в отношениях со своей мамой, вот, с которой, которую вы любили и любите, я уверен, что я на вас любила, вот, но, в которой вы, значит, в то же время у форелов, ой, я знаю, и, на мой взгляд, у фор, да, у фор, у, ну, значит, вот, у ваших конфликтов с ней были, были, были свои причины, вот, были свои основания, вот, и эта вся ситуация, она, конечно, вам не помогала, вот, ну, наша задача, а, именно вот, наша задача вам, коротки, помочь, а, прошить все то, что вам вас беспокоит, как я сказал, как я сказал, к сожалению, уже не быстрый, вот, поэтому, а, тебе нужно дать время, вот, ну, на этом всем, наверное, давайте на этом закончим, а, еще раз, мои, вам, соболезнования, я вам желаю, я вам желаю родить ребенка, вот, а после, обязательно, заняться собой, и сейчас, ну, просто, эффект, 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 будет несколько просто ниже, а, чем, если вы, ну, если вы будете что-то делать, а, уже родить, а, не забывайте, пожалуйста, то, что, а, а, потеря родителям, это травма для большинства людей, и вам, вот, это травма нужно прожить, вот, а, я желаю вам удачи, а, всего самого доброго, व i i i i i u To конClass ke-10 и qué